Девушки отдыхают Ага, ну конечно С ума что ли сошел? Я уже помираю от этой жары Жители, да, он говорит, жара это классно У нас вообще вентилятор вон еле работает уже от этой жары Да, и если бы он еще помогал, так он нифига не помогает Капец, как же жарко, Компот, что делать? Жители, вот честно говорю, я не знаю, что делать Впервые я не знаю, что делать Сейчас может что-нибудь придумаем Всем привет, ребята, меня зовут Компот И добро пожаловать на мое новое видео И как вы можете заметить, в Майнкрафте сейчас аномальная жара Мы с жителями вообще не понимаем, что происходит Дело в том, что просто вот ни с того ни с сего В декабре, ребятки, зима Напоминаю, сейчас зима Аномальная жара, плюс 56 градусов Вы когда-нибудь такого вообще слышали? Летом такого не было А уж зимой подавно не должно такого быть Но, ребятки, вот случилось И от этого страдаем не только мы с жителями Потому что, ребятки, вся вода в огородах высохла Все мои растения померли, ребятки Абсолютно все везде Сейчас я вам покажу колодец Вы вообще офигеете? Вы готовы, ребят, к этому? И вот Колодцы просто-напросто нет воды Все высохло до малейшей капельки Я даже не знаю, что делать, ребятки Вокруг высохли все озера Я вам даже сейчас покажу, что случилось, ребятки С нашим озером О, кстати, погодите-ка А тут, ребята, еще не все высохло Смотрите, немножко воды осталось Но большая часть, ребятки, озера все же высохла Это просто трэш И я вот сейчас говорю, ребят, я невероятно пить хочу Извиняюсь, что заговариваюсь У меня немного пересохло в горле Но, ребятки, попить просто-напросто нечего А единственный вентилятор в деревне Который мы с жителями используем по очереди Ребятки, смотрите, уже еле дышит Он не крутится Видите, он заедает немножечко иногда Короче, это просто трэш Слушай, Компот, а можно сходить в горы за снегом? Не, жители, вы че? Я по такой жаре точно не дойду ни в какие горы Блин, ну не знаю Может есть какой-то выход Может можно построить какой-то охладитель? Хм, погодите, житель, охладитель А что если действительно? Слушайте, как вам такая идея? Мы с вами построим идеально круглый бассейн Установим туда много вот таких вот водонепроницаемых вентиляторов Обложим все вокруг снегом и льдом И все, по сути, будет, так сказать, нормально охлаждаться По сути, ничего не должно таять и ломаться, если все правильно сделать Да, Компот, ну где мы возьмем лед, воду, снег, вот это все? Да, вот тут, жители, действительно проблемы воды Действительно нет Ладно бы хотя бы бутылочку попить воды Но, ребятки, вообще не хотят Стоп, жители, ну у нас же там озеро не до конца высохло Можно, в принципе, что-то еще придумать Так, Компот, ладно, нужно что-то делать Да, жители, я с вами абсолютно согласен Что-то делать это лучше, чем ничего не делать Поэтому, ребята, сегодня мы должны точно спастись от этой жары И сегодня мы с вами построим настоящий круглый бассейн Поставим туда охладительные системы, и нам всем будет прохладно и хорошо Этот день жары мы точно должны пережить Так что так, жители, мы сейчас с вами... Э, 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 тихо, 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 ёма Капец, что мой дом загорелся? Компот, видать, от жары Это трэш полнейший, не-не-не, все, вот тут вот мы будем строить этот бассейн Чтобы охлаждало вот эту вот всю улицу, все, жители А какой у тебя план, Компот? План очень простой, мне нужно сходить на склад и посмотреть, что у нас там вообще есть Может я смогу что-то использовать для того, чтобы построить временный охладитель Итак, склад, давайте зайдем и... Ё-моё, сколько ж тут сундуков, сколько я сюда не заходил Он, видимо, расширился Ладно, ребята, короче, сейчас буду лазить по всем сундукам Так, ребята, все, я думаю, можно выходить со склада Потому что все, что мог, я уже отсюда вытащил Посмотрите, что у меня прямо сейчас в унитаре И это все я буду использовать Как видите, снега, льда я не нашел У нас просто нету их, ребятки, они все растаяли на складе И все, что я нашел, это вот этот вот блок Это такой, знаете, охладительный блок Короче, он задерживает холод и, короче, нормально так морозит В общем-то, это единственное, что я смог найти Вы меня уж извините Так, сейчас я забегу к себе домой за, ребятки, киркой Отлично, я беру с собой кирку И прямо сейчас я отправлюсь на озеро забирать воды столько, сколько там есть Так, вода, иди ко мне сюда Раз, два, три, четыре, пять, шесть О, вообще супер! Так, ребятки, оно скоро уже высохнет, поэтому вот такие вот дела Мы успели урвать с вами воды сколько смогли Как я уже говорил, бассейн я буду строить где-то вот здесь И будет он, наверное, четыре на четыре Хотя давайте пять на пять Все, поехали! Раз, два, три, четыре, пять Раз, два, три, четыре, пять Ребятки, я думаю, что бассейн вот в таких размерах вполне себе Еще также на складе мне потом еще кое-что нужно будет взять Но это попозже Итак, теперь нам нужно задать форму бассейну Ребятки, это сделать очень просто Смотрите, я взял вот такой вот стол Главное, аккуратнее с ним И мне нужно взять теперь землю, которая у меня есть Вот так вот накладываем сюда немножечко Я думаю, штучек девять вполне себе хватит И мы делаем вот таких вот штук как можно больше Хотя, я думаю, этого уже хватит И теперь ставим одну вот сюда Одну вот сюда Одну вот сюда И... Ой, господи И одну вот сюда Все, ребятки Вот таких форм у нас получается наш бассейн Такой, знаете, полукругленький Теперь в центр его мы устанавливаем вот такой вот охладительный блок Так, и теперь мне нужно отправиться на склад за еще кое-чем Короче, я взял с собой еще четыре вентилятора И побольше растон блоков Сейчас вы узнаете зачем Смотрите, мы выкапываем с вами яму глубиной два блока Ставим сюда первый вентилятор Который, как видите, пошел процесс Он начал уже дуть у нас Отлично Они не такие мощные, ребятки Но работают на ура Мы устанавливаем их по углам Вот таким вот образом И последний вентилятор мы поставим, конечно же, сюда Опа, все Четыре вентилятора готовы И теперь, ребятки, мы в центр выливаем воду Все, супер Теперь берем остальную воду И разливаем ее дальше Так, ребятки, пока что тут все у нас нормально Пока что все шикарно И все красиво Опа Все, вот такой вот бассейн, ребятки У нас пока что получился с вами Но это, естественно, еще не все Что мы делаем? Теперь мы берем вот эти вот специальные вентиляторы И ставим их по одному с каждой стороны Вот таким вот образом О, слушайте, а тут уже нормально Так прокладненько стало А теперь одно из самых важных Мы с вами берем и делаем вот такой вот навес Между нашими домами Так, вот так вот Супер Вот это вот мы сломаем И сюда мы вешаем вот такой вот вентилятор И теперь его нужно раскрутить Давай, крутись, ешки-матрешки Давай, 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 давай Все, отлично Немножко я его подраскрутил Давайте теперь я сломаю этот стол В принципе, ребятки, мы практически все сделали Осталось теперь сходить на склад еще раз И унести то, что я не смог унести Ребята, о чудо счастья Я нашел две сосульки Вы просто не представляете Мы их обязательно сюда вот так вот повесим Над этими вентиляторами Чтобы воздух вот так вот шел Охлаждался и выдувался прямо на нас Только под сосульками нельзя ходить Ну, тут и в принципе не пройдешь Дальше обязательно мы поставим фонтанчик Вот такой вот, ребятки Чтобы был свежачок рядом здесь Воа Теперь обязательно лежаночку я поставлю Для себя, знаете, такую Обязательно зонтики Тут должны быть теньки, ребятки Поэтому первый зонтик Второй зонтик Воа, вообще шикарно, ребятки Третий зонт и четвертый зонт. Все, теперь у нас тут полный тенечек, так сказать. Воу, ребята, тут довольно-таки прохладно уже. Прохладительные напитки мы ставим вот сюда. Вообще, если хочешь пить, ребятки, желательно попить воды. Но воды у нас и так мало, поэтому я поставил сюда вот это вот. И обязательно в округе мы должны поставить растения, ребятки. Потому что растения, а возле них всегда хорошо. Возле них всегда свежо, так сказать. Влажненько, приятненько. Поэтому мы должны создать себе вот такую уютную атмосферу вместе с растениями. Во, ну посмотрите, ребятки, как уже свежо. Вот тут хочется реально задержаться. Компота, когда можно будет уже сюда зайти? Жители, подождите еще немножечко. Подождите еще минуточку. Скоро все будет готово. Так, ребята, вот так вот ставим растения. Блин, тут уже такая прохлада свежая, хорошая. Слушайте, ну практически все сделали. Можно, ребят, конечно, еще поставить фонтанчик для птичек. Ну а что, птички тоже люди? Да? Птички тоже хотят пить, поэтому давайте поставим куда-нибудь вот сюда, вот неподалеку, фонтанчик. А давайте вот рядом с этим фонтанчиком. Опа, вот куда-нибудь вот сюда. Компот, капец, тут прохладно. Да, жители, кстати, я уже закончил, поэтому садитесь в воду. И о, как хорошо, прохладненько я. Офигеть, Компот, как круто, как приятно. Да-да-да, жители, капец, прохладненько, хорошо. Ну все, теперь можем отдыхать. Только смотрите, не заболеете. Ха-ха-ха, как хорошо. Ура, прохладненько, да. Да, давай, уху. Компот, спасибо тебе огромное, ты спас нашу деревню. Эх, жители, обращайтесь, ой, меня из-за зонтика не видно, ребят, но я сижу вот тут вот на своей лежаночке, возле цветочка, возле у меня тут питьевой фонтанчик, все шикарно и все красиво. Вот уж не думал я, что зимой мне удастся вот так вот отдохнуть. Компота, можно к вам? Че, жители, к нам? Да, конечно, можно, это для всей деревни, заходите. Вот капец, ребята, вот тут вот сидишь нормально, приятно, комфортно, а вот сюда выходишь и прям, ооо, жарень, капец, и солнце печет, посмотрите, просто ужасно. Не-не-не-не-не, я долго не пройду, житель, давай, не стесняйся, заходи к нам, отдыхай, вот можешь газировочки взять кого-нибудь, давайте все к нам, жители, отдыхаем, пока можем. Эх, ребят, но, конечно, немного не хватает снега, но ничего страшного, это Майнкрафт, тут все меняется, я думаю, что снег скоро к нам придет. Ну что ж, ребята, а с вами я прощаюсь, не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал, сегодня мы спасли деревню от жары, я думаю, что мы ее сегодня пережили. Так что, ребят, всем удачи, всем спасибо, всем пока, ребята, так, жители, расступитесь! Спасибо.